В Краснодаре стартовал эквалайзер. Так называется проект благотворительного фонда помощи детям «Край добра». Это специально разработанные образовательные курсы для детей с нарушениями слуха. Проект реализуется за счет гранта губернатора региона. Все подробности в нашем сюжете. Это первый урок по робототехнике. Его проводят педагоги Центра инновационного творчества «Инжиниринг». Ученик седьмого класса Данила Ковалев зря волновался. Преподавателю он хорошо понимал, работать в команде ему понравилось. Совместными усилиями собрал своего первого робота. Преподаватели готовились к проекту скрупулезно, изучали психологию работы с особенными детьми, основы языка жестов. Ребята узнали, что такое 3D-моделирование, познакомились с таким направлением, как робототехника. По итогу курса мы рассчитываем, что наши ученики обучатся, что такое конструирование и программирование роботов, а также смогут моделировать простейшие 3D-модели. А на первом занятии в театральной мастерской дети занимались интуитивным рисованием под музыку. Педагоги медиашколы начали обучение с основ современной журналистики. Ребята узнали о правилах ведения блогов и соцсетей. Итогом занятий станет создание первых новостных материалов. Кроссмодульная платформа «Эквалайзер» собрала самые новые образовательные программы. Цель «Эквалайзера» этого проекта заключается в том, чтобы максимально социализировать всех ребят, которые находятся в этом проекте. Все программы адаптированы под детей, что позволит педагогам вместе с ордопедагогом и педагогам из медиашколы инженерии проводить качественные занятия, которые будут полезны и интересны всем деткам. За годы работы благотворительный фонд «Край добра» оказал помощь детям с нарушениями слуха более чем на 25 миллионов рублей. Это приобретение слуховых аппаратов, речевых процессоров, оплата операций. И вот теперь специалисты фонда разработали образовательные курсы с говорящим названием. «Эквалайзер» — это такое устройство в аудиотехнике, которое настраивает тембр звука. Когда наши ребята узнали, что такой проект задумал, и он будет реализовываться на базе нашей школы, было много восхищения, восторга. И группы укомплектовались. Но скажу сразу, что не все желающие в этот поток включены. Обучение будет проходить в несколько потоков. Группы небольшие, по 6-7 человек. За год в проекте примут участие более 150 слабослышащих ребят. Причем не только из Краснодара, но и со всего края.